В стенах правобережного центра дополнительного образования детей состоялся второй городской форум «Безопасная страна ЮИД». Организаторы приурочили мероприятие к 95-летию города Магнитогорской дню рождения организации «Юные инспекторы движения». В рамках мероприятия ребята научились изготавливать светоотражатели, повторили основы первой медицинской помощи и прошли психофизиологическое тестирование для будущих водителей. Подробнее о событии расскажем далее. Ответственные, осознанные, активные «Юные инспекторы дорожного движения» стали главными участниками второго городского форума «Безопасная страна ЮИД», организованного госавтоинспекцией города. На торжественном открытии мероприятия ребят приветствовали почетные гости. Они отметили, перед школьниками стоят серьезные задачи, которые они успешно решают. Городской форум «ЮИД» – это возможность поделиться опытом, узнать что-то новое, составить планы работы на ближайшее будущее. Второй год подряд мы проводим ежегодный городской форум «Юных инспекторов движения». В первую очередь это мероприятие направлено на популяризацию развития движения «ЮИД», а также внедрение новых форм работы с детьми, родителями и педагогами. В данный момент в городе насчитывается 52 отряда «Юных инспекторов движения». Они объединяют более 800 детей и подростков. Цель таких организаций – формирование культуры поведения в дорожной среде. Отряд «ЮИД» нашей школы существует уже в течение нескольких лет, и все эти годы мы принимаем активное участие в различных конкурсах и мероприятиях. Сегодня проходит городской форум «ЮИД», посвященный 95-летию города. Мы с удовольствием принимаем участие в этом форуме в качестве организаторов одной из секций. Наши ребята будут помогать учащимся изготавливать светоотражающие элементы. Изготовление светоотражающих фликеров и рассказ о важности их использования в темное время суток – тема одной из секций, подготовленной для участников в рамках форума. Всего мастер-классов было организовано шесть, каждый из которых был направлен на повышение дорожной грамотности. Ребята повторили основы первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, узнали о нюансах работы фотографов и журналистов, которые нередко пишут о дорожной обстановке в городе. На вопросы юных инспекторов движения ответил в том числе корреспондент телекомпании ТВИН Игорь Гурьянов. Также в рамках форума в этом году мы подключили областной центр дополнительного образования детей, которые согласились принять участие. К нам приехала лаборатория безопасности, это мобильный комплекс, который при помощи различных методических разработок, а также оборудование, продемонстрирует детям способы обеспечения своей личной безопасности на дороге. Лаборатория безопасности позволила ребятам наглядно рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге во время движения. По результатам мастер-классов каждый отряд ЮИД представил свой проект, в который заключил полученные новые знания и опыт. Члены жюри отметили высокий уровень выполненных работ и их важность. Это прекрасно, что сейчас очень много неравнодушных детей и взрослых, которые занимаются подобными делами, которые помогают нам понимать важность подобных мероприятий. У меня у самой трое детей и я очень рада тому, что они сейчас будут расти и развиваться в таком обществе, где есть такие ребятишки, которые занимаются пропагандой безопасности дорожного движения. И я считаю, что это очень важно и очень нужно. Евгения Солхудинова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.